В последнее время мне говорят, что опционы это очень рискованно и прочее, прочее, прочее. И по комментариям я вдруг понял, что люди не понимают, о каких опционах идет речь. Дело в том, что опционы бывают разные, биржевые и бинарные, и между ними колоссальная разница. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас для тех, кто не понимает разницу между биржевыми и бинарными опционами, какая между ними разница. Разница колоссальная, они отличаются как небо и земля. Вот, что такое бинарные опционы? Бинарные опционы это, ну, как вам сказать, стопроцентный слив депозита, грубо говоря. Стопроцентный, то есть, вот, вообще никаких шансов у вас, ну, практически нет. Вот, вам будут, значит, обещать что-то, но шансов нет никаких. Вот, а название только вот, ну, такое, опционы, бинарные. Какие отличия, как отличить бинарные опционы от биржевых? Ну, прежде всего, название бинарные. Если вы видите слово бинарные, все, закрывайте, перекращайте любые разговоры, вам будут обещать, там, колоссальные прибыли. Прекращайте, все, прибыли не будет. То есть, первая красная тряпка, это бинарные. Вот, второе, значит, бинарные опционы, они только на рынке Форекс и бинарные, понимаете? Вот, только на рынке Форекс. Слышите слово Форекс, там уже полно всяческих кухонь и мошенников. И если вы торгуете просто на рынке Форекс, у вас еще есть какой-то мизерный шанс получить какие-то деньги обратно. Но, если бинарные, то, в общем-то, шансов, насколько я понимаю, нет никаких. Вот, ну, что еще могу сказать? Опционы часто сравнивают с всякой казино или рулетка. Это в полной мере относится именно к бинарным опционам. Биржевые опционы, в самом названии биржевые, они на бирже. Биржа – это московская биржа, котируют опционы биржевые. И доступ к торгам по биржевым опционам осуществляется через брокера, который зарегистрирован в России, и который зарегистрирован на сайте московской биржи, который имеет лицензию от Центробанка и который работает по законодательству Российской Федерации, у которого колоссальный размер средств обеспечительных для того, чтобы, ну, отвечать по своим обязательствам. Бинарные опционы вам предлагают фирмы, которые не зарегистрированы в России. Они могут быть зарегистрированы, ну, где угодно, на каких-нибудь Сейшельских островах, там, каких-нибудь там, ну, короче говоря, где-то на Марсе. И если вы как-то попытаетесь с ними, ну, что-то у них отсудить, то по марсианским законам, то есть, ну, или в джунглях там где-то, значит, по законам джунглей вы будете у них отсуживать. Ну, а грубо говоря, это, ну, наперсочники. Если вы, ну, как бы, я понимаю, что многие могут не согласиться, напишите мне, что это не так возможно. Но не встречал. Я в последнее время не встречал даже, так сказать, вот я завален сообщениями о том, как люди не могут забрать свои деньги с Форекса, но про бинарные опционы говорить нечего. Вот, то есть, первое слово бинарные. Второе, значит, если вам предлагают, смотрите, какая штука, много заработать и практически гарантируют, все, ребята, до свидания, там какие-то бешеные прибыли. Но самый характерный признак, когда вам звонят и предлагают бешеную прибыль, во-первых, навязчивость. Первое, сразу ставьте так, галочка, ага, навязываются, очень сильно навязываются, очень сильно, от них практически невозможно отвязаться. Вторая галочка. Вам предлагают прямо сейчас зайти на, в компьютере, зайти на страничку и прямо сейчас открыть расчетный счет и прямо сейчас перевести на него деньги моментально. Дело в том, что брокерский счет быстро не откроешь. Для того, чтобы открыть брокерский счет, во-первых, там надо пройти анкетирование, во-вторых, значит, вы должны сфотографировать свой паспорт для брокерского счета, для нормального брокера, свой паспорт там, ИНН сообщить и прочее, прочее, прочее. Потому что там все официально. В бинарных опционах все намного проще, поверьте мне. То есть там вы открываете, нажимаете на кнопочку, у вас уже расчетный счет открыт, вводите денежки. Вот. Но процесс получения денег ровно наоборот. Если вы на бирже зарегистрировались у официального брокера с лицензией, то у брокера достаточно сложно зарегистрировать брокерский счет. Зато вывод денег не представляет никаких проблем. Просто, значит, пишите, что, значит, вот на такой-то счет мне переведите деньги, все, деньги поступают в течение четырех часов. А ровно наоборот ситуация с бинарными опционами, с рынком Форекса и так далее. Если вы вдруг попробуете только заикнуться о том, что вы хотите вывести деньги, то вы заметите, что ваш счет, который только что приносил бешеную прибыль, вдруг начинает приносить убытки. Но если вы не совершаете сделок, то он вроде бы не приносит убытки, но почему-то вам сообщают, что для того, чтобы вывести деньги, вам нужно верифицироваться, какие-то паспортные данные ввести, которые не нужны были при открытии счета, как у нормального брокера. Паспортные данные для того, чтобы туда заплатить деньги, не нужны, потому что, ну зачем деньги ворам, так сказать, как бы паспортные данные. Но теоретически, по закону, они обязаны паспортные данные ваши взять, поэтому если вы хотите вдруг забрать свои деньги, они начинают требовать паспортные данные, вы предоставляете, полностью верифицируется, и потом они говорят вам, что необходимо заплатить какую-то страховку в размере полторы тысячи долларов. Причем эта страховка тут же теряется, понятно, да? То есть вы понимаете, что страховка, страховой случай не произошел, вы, значит, потеряли страховку. Но недавно мне написала женщина одна, которая сказала, что она ввела туда деньги, пыталась вывести их, ей сказали, страховку надо сначала, она заплатила эту страховку, хренушки, она что получила. Ребята, форекс, не идите, бинарные не идите. Вот, ну а теперь немножечко о сути бинарных опционов, в чем они отличаются от биржевых. То есть, ну теоретически они существуют, бинарные опционы. И еще один момент у бинарных опционов, бинарные опционы это чисто, ну как подбрасывание монетки. Вырастет цена или упадет? При этом, ну казалось бы, если цена там, значит, вот она была такая вот, нормально, нормально, потом вдруг резко упала, ну она должна вырасти, и вероятность того, что она вырастет достаточно большая, и она больше, чем 50%. Это так. Но, не забывайте, дилер, то есть он дает какие-то котировки, вы их не можете проверить. А он их может там придержать немножечко, он может их немножечко там смухлевать. Так, брокер теоретически не может котировки изменить. Он гарантирует, что те котировки, которые поставляет биржа о сделках, они полностью у всех брокеров одинаковые. Неважно, вы у Тинькова, значит, зарегистрированы в открытии, БКС, там, Финам, любой другой брокер, в которых 286, там, 6, по-моему, брокеров на московской бирже зарегистрированы, у всех абсолютно, у всех одинаковые котировки, и биржа за этим следит. Вот на рынке Форекс никто за этим не следит, там, они подключаются к какому-то потоку, но могут им немножечко управлять. Вот вкратце, вот, но бинарные опционы, почему они называются бинарные? Смотрите, бинарные опционы, это просто, значит, там, ну, типа, опцион колл, это нарост актива. То есть, вы покупаете бинарный опцион в какой-то момент времени, в этот момент времени фиксируется какая-то цена, которая предоставляет вам вот этот самый, ну, он называет себя иногда брокером, иногда дилером, но, на самом деле, ту котировку, которая предоставляет вам вот этот вот, ну, давайте называть своими именами вещи, мошенник, понимаете, то есть, потому что он, ну, на рынке Форекс, бинарка, это мошенники. Вот, он предоставляет вам какие-то котировки, и если через какое-то время определенно актив вырастет, то вы получаете какую-то сумму в зависимости от того, насколько он вырос. В этом есть некое сходство с биржевыми опционами. Если актив не вырос, то есть, вы не угадали, а вы купили опцион колл, то, значит, соответственно, вы теряете все свои деньги. То есть, вот такая вот игра вырастет, не вырастет. В чем отличие? В том, что, значит, бывают бинарные опционы минутные, бывают опционы пятиминутные, десятиминутные, там, получасовые, часовые, и дай бог, если есть четырехчасовые бинарные опционы. Их изменить нельзя, там, сказать, строго гарантированное время, то есть, вот вы, фиксируется время покупки этого опциона, цена на время покупки, неважно, какая она была, значит, ну, какое-то фиксируется. Вы заплатили за этот опцион какие-то деньги, там, ставку 10 долларов обычно. И, значит, если цена выросла, то вы можете получить разницу между той ценой, значит, которая стала, и той ценой, которая была на момент покупки. Все. Вот. Ну, собственно говоря, там дальше теория. Я смотрел, пробовал, считал вероятности. Вероятность выигрыша, в общем-то, там, ну, просто мала. Плечи там колоссальные, там, один к десяти тысячам, один к ста тысячам, по-моему. Ну, для того, чтобы выиграть, потому что там моменты-то маленькие, за минуту намного цена уйдет? Ненамного. Для того, чтобы при небольшом движении цены можно было отыграть вот эти 10 долларов, там, ну, там колоссальные плечи. Вот. Поэтому даже если вы попадете на кого-то, кто теоретически может вам вернуть деньги, он вам деньги не вернет, потому что вы их продуете. Вот. Какая история. И вот еще один характерный момент, значит, бинарные опционы всегда на короткий срок. Минута, пять минут, десять минут, там, полчаса, час, там, и, значит, четыре часа. Все очень быстро и очень легко. С деньгами вы расстанетесь безболезненно и моментально. Вот. Биржевые опционы, в отличие от бинарных. Минимальный срок экспирации неделя. Есть недельные, есть, там, месячные, есть, ну, там, на год, на полтора. То есть по срокам, понимаете? И именно на них можно построить стратегии. То есть второе отличие бинарных от биржевых – это в сроках. То есть бинарные очень такие «тюф-тюф-тюф-тюф» денежки «тюф-тюф-тюф-тюф» улетают. На биржевых можно построить стратегию. Вот. Понятие страйка есть только на биржевых опционах. Это ключевое понятие, оно есть только на биржевых опционах. На бинарных нет никаких страйков, там все очень легко. Купил, значит, там, и денежки свободен. Денежки в кассу свободен, денежки в кассу свободен. Вот. Но еще один момент. Значит, вам будут рассказывать о том, что… Вам будут подсказывать, как торговать и как зарабатывать. И вы можете открыть демонстрационный счет. Если вы открываете демонстрационный счет, вы начинаете там торговать и следовать вот этим рекомендациям, то у вас идет стабильная прибыль. У вас стабильно, прямо и очень быстро, и удивительно быстро увеличивается количество денег на демо-счете, виртуальных денег. Но как только вы заводите туда реальные деньги, то ситуация изменится точно наоборот. Потому что, ну, они что, дураки, что ли? То есть, деньги ваши тут же, после того, как вы присваиваются, потому что после того, как вы завели деньги на бинарные опционы, их тут же уже присвоила эта контора. И, значит, дальше ее задача объяснить вам, что вы лох, и, так сказать, насколько быстро вы их проиграете. То есть, демо-счет. Пробуйте. Все шикарно. 30-40-50 процентов за две недели вы легко там заработаете на демо-счете. Только переходите на реальный. В течение дня ноль. Вот, как бы, такая, вкратце, ситуация. На биржевых опционах есть возможность построить стратегии. На бинарных никаких возможностей. По стратегиям там просто времени нет. Вот. На биржевых можно построить стратегии, и можно ограничивать риски. Все, что я говорил, относится, говорю, к биржевым опционам. На биржевых опционах есть возможность управлять рисками. Есть возможность отсудить там, ну, как бы, сказать, по крайней мере, спросить у брокера, почему так, почему сяк. Ну, то есть, там, это очень-очень серьезное понятие, биржевые опционы. И есть такой лауреат Нобелевской премии Насим Талеб, автор теории черного лебедя и так далее. Вы наверняка слышали. Вот. Он работал как раз с биржевыми опционами, и, ну, просто спокойно, благодаря своей вот теории черного лебедя, он на этом разбогател. Ну, он прямо говорит, что он лентяй, что он не хочет работать, и поэтому, значит, ну, он где-то там работал в какой-то финансовой организации с опционами занимался. Он в этом понимает все, и он понимает все о вероятностях, и о вероятностях черного лебедя как раз. Вот он не зря Нобелевский лауреат. Еще есть Нобелевские лауреаты, это Блэки Шоуз, которые разработали как раз теорию опционов. Они разработали теорию, там, временная стоимость и внутренняя стоимость. Они разбили премию опцион на две части, значит, и там мощнейший математический аппарат по определению, там, вариации, сейчас, не вариации, волатильности. Как считать волатильность? Там эти формулы Гаусса, какие-то распределения нормальные, ненормальные. Колоссальное воображение надо иметь, чтобы понять, что они там написали. Но я в своем курсе по опционам об этом рассказываю максимально доступным способом. Там прямо вот, ну, график он такой крутится весь. Они многомерные, они удивительные, они классные. Там есть масса вариантов, как построить стратегии, как ограничить риски. И, друзья мои, это просто целый мир, биржевые опционы. Он увлекательный, он интересный. И что классно, что мне больше всего нравится, то, что они лучше всего как раз, ну, прямо вот они буквально созданы для того, чтобы написать робота, который будет торговать ими. Там есть стратегии, которые вот, ну, прямо с большой вероятностью получится прибыль. Вот. Но надо понимать, надо понимать все риски, надо понимать, что риски есть, они существуют. Вот, естественно, они там, ими надо управлять, ими можно управлять. Вот. Но опционы надо понять. Если вы не понимаете опционы, если вы хотите только их купить, например, или только продать, тем более, то риски там действительно огромны. Не суетесь туда, даже в биржевые опционы, потому что пока вы не поймете, как управлять, что такое хотя бы внутренние времена и стоимость, как они меняются во времени, что такое тета-распад, что такое дельта, всякие вот эти греки, не суетесь. А это достаточно сложно. Я об этом простыми словами рассказываю, опять же, на курсе по опционам. Но, друзья мои, сразу могу сказать, нелегко, сложно, нужно воображение. Очень даже неплохо, если у вас будет, ну, математический склад ума, конечно. Вот, или хотя бы техническое образование. Вот, поэтому биржевые опционы – это безумно интересно. Бинарные – это игра с наперсочниками. Ну, я надеюсь, что как-то я пояснил. Еще раз, бинарные – долой, Forex – долой. Смотрите, где зарегистрирована фирма. Если не в России – долой. Если не зарегистрирована на Мосбирже – долой ее к чертовой матери. Вот, и если эта фирма говорит, что вот, прямо сейчас заводите, зайдите на сайт, и вы уже открыли счет. Все, до свидания. Вот, это ключевые моменты, как определить, ну, мошенников от нормальных биржевых опционов. Я надеюсь, это видео было полезно, будет полезно хоть кому-то, кого-то спасет от убытков. Если это будет хотя бы один человек, я уже буду счастлив, потому что, ну, я надеюсь, что это поможет кому-то. До встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.